Дорогие собрания, братья и сестры, дорогая церковь Иисуса Христа, молодежь, дети, подростки, гости и все, кто пришел на это место вместе с вами, мое желание сказать слава Иисусу Христу, мир вам! Бог нам помог до этого времени, Господь нам встречу подарил. Друзья, действительно это так и не иначе. По милости нашего Господа и Иисуса Христа мы находимся на этом месте. Это сегодня праздник в этой церкви, и я думаю, что каждый из нас, когда слышит это слово «жатва», как-то оно сразу приходит радость. Жатва – это прибыль. Жатва – это уже когда все труды позади, а то, для чего человек стремился в той или другой отрасли, оно вот будет уже прибыль. Это жатва – это радость. Это благословение. Вы знаете, когда-то Христос, когда Он беседует с одной женщиной, с учениками, и Он увидел много народа, который идет к Нему и говорит, что не говорите ли ведь, что еще четыре месяца и наступит жатва, «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Невы, как они побелели и поспели к жатве». Вы знаете, в Иисуса Христа, в смысле, в жизни Иисуса Христа, для Него была совсем другая жатва. У Него было другое сение, как у людей сегодня, хотя и это нужно, но для Христа и Иисуса Христа в Его жизни, в Его пути, в Его труде, в Его послании от Бога. Именно в Его миссии было то, чтобы приобретать побольше душ к спасению, к Царству Божьему, к жизни вечной. Поэтому и Он это слово сказал, что вот посмотрите, приближается народ, который нуждается в спасении, который нуждается услышать эту благою весть, чтобы получить благословение и жизнь, и жизнь вечную. Я также хочу обратиться к Священному Писанию, где в свое время, эта книга Левит, 18 или 19 глава, 9 стих и 10 исключительно, «Когда будете сжать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшиеся от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай, остав эту бедному пришельцу, я Господь Бог ваш». Если бы мы ехали или едем, бывает, возле какого-то виноградника или возле какого-то поля, и смотрим, в поле уже было жатва, и вот некоторую часть почему-то оставили, какой-то в углу, где-то внизу, где техника не может подъехать, оставлено. Наверное, мысль сразу, ну, какой-то хозяин, он, ну, как-то не очень, он такой старательный или не очень такой, ну, дисциплинированный, что он оставил вот это, это можно было пожать. Но Библия говорит, что это остав для того, чтобы кто в нужде, кто нуждается, мог подойти, увидеть и просто в своей нужде или в своем такой большой нужде взять это, чтобы прожить. Братья и сестры, вы знаете, в этой стране, я думаю, вы также наблюдаете очень много таких людей, которые имеют что-то, они желают поделиться с другими, кто не имеет. Очень часто даже в магазинах, на заправках, даже в это время, когда подходит Рождество, Крисмас, вы знаете, то очень много людей, которые некоторую часть своих средств уделяют тем, кто будет в нужде, и это очень хорошо. И это очень, мне нравится примерно такая жизнь, что люди начинают какую-то частью делиться с другими людьми, это они исполняют Божье Слово, они исполняют Писание. И даже здесь написано, что когда в другом месте потерял ты что-то, какой-то сноб или что-то, не возвращайся, потому что, по-видимому, это кому-то нужно подобрать. Дорогие друзья, я хочу перевести это все в духовный смысл, в жизни своей. Если у нас что-то есть, то ли в духовном, то ли даже в телесном, мы должны всегда делиться. Если мы сегодня сильны в молитвенном состоянии, пожалуйста, Бог вам укажет того человека, который нуждается в вашей помощи пред Богом, чтобы Бог его укрепил духовно. Если вы сегодня имеете и благополучие в этой жизни, Бог вас благословил, то я думаю, что Бог указывает вам на тех людей, которые по каких-то причинам, они не могут иметь даже пропитание дневного. И такое сегодня есть, братья и сестры. Божье Слово, оно сегодня предлагает, оно сегодня говорит, оно сегодня увещевает, оно сегодня прямо говорит, что помоги бедному твоему. Где увидел бедного, где увидел того человека, который в нужде, не ищи, почему он в нужде, но именно этот момент, как раз тот, где ты должен помочь этому человеку. Пусть Бог благословит и поможет каждому. Я знаю, вы знаете, с Украины еще вспоминая из тех мест, я знаю одного человека, который очень часто любил помогать, особенно таким людям, которые, ну, в большой такой нужде. Вы знаете, он даже, когда помогал, приходил даже своим, не инструментом даже, а просто своим материалом, это все влаживал. И потом сказали спасибо или нет, он этого не так очень желал, он знал, что он совершил то послание, для которого Бог его послал. Пусть Бог благословит каждого из нас. Я хочу еще одно место прочитать. Это написано в книге пророка Исаии, из 3 главы, 10 стих. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет кушать плоды дел своих». Это уже немножко другое. Это уже говорится о жатве, такой, знаете, жизненной жатве. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет кушать плоды дел своих». Вы знаете, часто в жизни христианина, особенно оно не приходит сразу же, когда, о чем я сегодня говорил, когда человек что-то делает доброе, или человек живет честно, свято, пред живым Богом, очень часто он еще терпит большее решение, жили другие, которые этого не делают хорошего. Очень часто в жизни так приходит, но пророк Исаия, Бог через него говорит, что «скажите праведнику». То есть, если праведник, который совершает Божью волю, он начинает унывать, начинает даже сам себе говорить, «Господи, и там, и там, вроде бы я старался, вот у меня вот такая трудность, и помоги мне». И не так скоро приходит ответ, а Библия говорит, то если ты услышал это слово, кто-то так уныниет, то скажи ему, скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет кушать плоды рук или дел своих. Скажите праведнику, ободрите праведника, наставьте праведника, помолитесь за праведника, будьте готовы помочь праведнику. Братья и сестры, это жизнь, это не слова, это жизнь, это в жизни, оно очень бывает трудно это сделать, но христианин, который служит Богу, честно, поистине, он должен это делать, оно возвращается, скажите, скажите праведнику. Не вспоминается одно, один момент из жизни одного человека, который искал, видит Иисуса Христа, вы знаете, он также приложил максимум стараний, он увидел его, и мне очень нравится эта фраза, я люблю всегда ее проповедовать, когда Христос пришел уже в дом, этого человека, который себя посчитал, ну, меньше, нежели другие, вы знаете, и он сказал, что мне нравятся эти три высказывания, может быть, я уже проповедовал это место, это мне оно пришло просто от Господа, я хочу вам также еще напомнить, когда он зашел в дом Затхея, то написано, что люди говорят, что он зашел грешному человеку, Затхей говорит, что половину имений моего раздам, и есть никого, чем обидел, воздам четверо, а Иисус говорит, что пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие, это что главное, о чем я сегодня начинал говорить, цель Иисуса Христа, цель живого Бога, чтобы спасти этот мир, потому что так возлюбил Бог этот мир, я вспоминаю еще другое событие, когда в свое время один был муж, сотник, и он очень долгое время, Библия говорит, сколько, но многие, наверное, годы он совершал эти молитвы пред Богом, он творил много милостыни, он делал много добра, он жил пред Богом святого, и Библия говорит, что всегда молившийся Богу, и один раз в очередной он просто молился Богу, братья и сестры, не сказано, что он что-то просил, такого сверхъестественного, или какого-то результата увиденного, или какого-то перемена, он просто молился Богу, он знал, что это его обычная, нормальная жизнь, всегда молившийся Богу, творивший много милостыни, был добродетельный, это нормальная жизнь этого человека, и в одно время он молился Богу, и видит ангела, он испугался, человек во плоти, который видит сверхъестественное что-то, он, конечно же, приходит в страхе, и всеми люди одинаковые, этот человек также испугался, но ангел говорит ему, Корнелий, в эти секунды, когда ангел произнес Корнелий, он не знал, что дальше последует, или приговор какой-то, или благословение, я думаю, что вы знаете, это был трепет этого мужа, а он говорит ему, услышана молитва твоя, для меня это приятное такое слово, Корнелий, услышана молитва твоя, Мария, услышана молитва твоя, Иосиф, услышана молитва твоя, Матерь, услышана молитва твоя, Отец, Дедушка, Бабушка, услышана молитва твоя, какие приятные, благословенные слова, Дети, услышана молитва твоя, Юноши, Девицы, услышана молитва твоя, а теперь, вот так и вот так сделай, пошли благочестивого воина, Продолжение следует...